Ну а Министерство о чрезвычайной ситуации проводит профилактические работы в селеопасных районах. Так, в этом году в Оржской области, если около тысячи семей были снабжены главной дорогой, то 2313 зданий, 958 гектар земли, мечети, детские сады и мосты были сохранены. О профилактических работах в весенний месяц, что обостряет селеопасность, смотрите в следующем материале. В селе Чич-Дуйбой Накадского района во избежание селевых потоков строится новая дамба. Вопрос техники и горючего масла решает Министерство чрезвычайных ситуаций и местное самоуправление. О вопросах решающихся подручной работы принимают участие и местные жители. Ограждение второй дамбы мы закончили своими силами вместе с односельчанами. Хочу выразить благодарность МЧСу, Айлок Мутон, от лица народа. Каждый год у нас были селевые потоки, а в этом году нет. Кроме того, такая дамба была построена в селе Дунгышта, которая спасла от селевых потоков наводнений и сохранила около 60 хозяйств. Такие опасные участки были обнаружены в 9 местах и было установлено задание в течение двух месяцев построить на местах дамбы. Сейчас мы находимся в селе Чечтобе, Нокатского района. Со стороны МЧС было выдано 4 тонны горючего масла, а от Айлок Муту техника. В целом ограждение дамбами в разных районах спасает от селевых потоков свыше 500 тонн. Подобные профилактические работы от селеопасности проводятся и в Джалабадской области. Так, министр чрезвычайных ситуаций лично проинспектировал проводимые работы в селеопасных участках, а также участках, подверженных наводнениям и оползням. На сегодняшний день есть возможность решения проблем на месте, поскольку мы уже отправили по местам техники, а также есть горючее масло. Иными словами, все готово и находится в резерве. Если произойдет чрезвычайная ситуация, мы полностью готовы. В настоящее время строятся дамбы и селевые каналы в селеопасных регионах республики. Таким образом появляется возможность сохранить тысячи домов от чрезвычайных ситуаций. Айзада Урумбаева, Кенжибек Максатулу, Пирамида, Орская область.